А вот это тот самый, которого выгнали, то есть не сняли, видимо, решили, что менять надо, народ-то бунтует, мол, ни хрена в стране не меняется. А новка какая? Кто-то уже говорил, никаких нам не светит этих, представляете, нам не светят никакие Нобелевские премии, а ведь это пощечина. Я вам несколько открытий сделал, не надо мне давать это ничего, вы просто возьмите и все это на заметку, вы переведите то же самое мое открытие на этот, на научный язык, побольше туману, туману, и тогда сойдет. Ну и там пять фамилий, шестая моя, двадцатая моя, ладно, на сороковую согласен. Вот, так вот, нам нужна селекция садового биолога. Ну вот, Валерий Фольков, вот его досья, будем надеяться теперь на него. Одно он уже и сказал, что да, с нынешних Брюсенков школ, как его еще по-другому называть, дистанционным управлением, селекция в ней вырастить. Отупеют за десять лет, и, то есть, значит, это надо чуть ли не несколько садов. И вот он, это оказывается, было, это тоже в отчете. Митлер, обор науки, это значит, Валерий Фольков, отберет вузы, который разработает гибкие учебные программы. Представляете, к мне железу звонят, говорят, примите участие, вы там столько разорялись, вы столько это, давайте, помогите программу по биологии. Опять смеетесь? Ну ничего, смех продляет жизнь. Новому министру науки и высшего образования. Это все еще оказывается, это, ой, господи, Сергей Анатольевич, это все еще, я не закончил про, оказывается, про это, про послание Фолькову. Новому министру, то есть, фильм еще продолжается. Валерий Фольков, мои опасения, Валерий Николаевич, в том, что вы сторонник университетского, значит, универсальное образование. И ваши выпускники по-прежнему ничего не будут уметь в своей будущей профессии. В том числе выращивать сады. Вот. У Михаила Михайловича, вашего представителя, ни хрена, никто ничего не умеет. Мы, любители садовода, обошли науку по интенсивности выращивания, качеству плодов, здоровью деревьев, количество районированных видов и, главное, морозостойкости. И забыл сказать по дешевизне. То есть, мы вам ни копейки не стоили, в отличие от миллиардов, на сотни лет вперед, конец цитаты. Наблюдаем. Если новый министр даст команду выкупить у нас уникальные сорты, образцы, формы, клоны. Второе. Если талантливая молодежь из нашей среды, пример с Романом Кольбером, последний, соберет и заберет себе в НИИ и университеты. Если во всех вузах с биологическим уклоном выпускники будут зачать дипломы, угощая экзаменационную комиссию на деревьянах с фруктами и моревых стандартов и без химии, то вы настоящий министр. Подпись, где-то наивный гражданин России, в железу, кавалер Родины Трудовой Славы и владелец золотого запаса России, 50 тысяч костик абрикосов, с малюсенького сибирского, несколько соток, с малюсенького сибирского сада, без полива, оприскань и подкормок. Вот это вот дает мне право вот так разговаривать, как я разговариваю. Другое дело, что меня не слышат и больше не услышат. Продолжение следует...